И снова всем привет из солнечного Лос-Анджелеса. Сегодня вечер, вернее сейчас вечер, сегодня вечер. Поэтому солнце, ну так думаю, выйду, но оно прикольненько. Здесь такие контрасты вечером прям красиво. Ну короче, тема, вопрос задан. Ммм, какая глубина должна быть в аквариуме? В аквариуме глубина, как это, спрашивает, да, отвечает. Валдавку в аквариуме должна быть от кораллов, вернее от дна. То есть если это ферма там или еще чего-то, сетка, то стандарт где-то сантиметров сорок. То есть, соответственно, кораллы где-то на каких-то там возвышенностях, то есть они должны быть выше, чем сорок сантиметров от дна. Это то, что объясняют, для чего нахрена вот это все нужно. То есть почему именно такая глубина? Потому что у нас светильники, как правило, мы настраиваем их в диапазон какой? Коротковолновый, то есть у нас же там синий спектр, правильно? Не белый же теплый спектр. Вот, а я на переходе стою. А коротковолновый диапазон, соответственно, синий. Поэтому, в принципе, не важна глубина вообще. Здесь играет, короче, если сильно глубоко, то пробивает солнце только коротковолновым диапазоном. То есть длинноволновый, теплый спектр и все, они просто-напросто туда не доходят. То есть не досвечивается все это дело. Вот, ну и получается так, что как бы вы ни светили, искажения практически не происходят. И если вы сделаете глубже, то просто приходится накручивать больше мощность светильника. Ну, то есть к чему веду, к тому, что спектр не поменяется, в принципе, изменений никаких таких глобальных не будет. Но изменится, просто вам надо будет накручивать сильнее, потому что подняв выше, вы теряете часть спектра. То есть он, вернее, не спектр, а часть мощности. Через воду проходит плохо, через воздух проходит 100% практически, а через воду проходит... Там уже, короче, получается такое, как уменьшение мощности. Вот, поэтому больше 40 сантиметров не рекомендуется делать. Иначе надо ставить там специальные линзованные светильники. Ну, то есть, чтобы глубину там пробивало. Это вот как эти амазонки архековские, они там прошибают, хер знает, чуть ли не до 30 метров. Короче, какая-то, блядь, фантастические цифры. Или 10 метров, я не помню. Короче, 2 или 100, похер. Вот, это такие, блин, светильники промышленные для океанариумов. Вот, в аквариуме, потому что у нас все линзы, как правило, 120 сантиметров угол у них. Их рекомендуется ставить вот так вот, 40 сантиметров. И опять же, учитывая эти отраженные углы, ну, то есть отраженный свет от боковых стенок аквариума, если стекла вы чистите, в принципе, там боковые, передние, то от них идет хорошее отражение, как от зеркалки. Ну, заднее часто многие не чистят ни хрена, но грязное, и от него нет отражения. Ну, и сам риф, он там тоже поглощает много света. Если аквариум открыт, то есть как-то ферма какая-то коралловая, как у меня, например, на решетках, все это дело, то там уже, да, все учитывается, то есть отраженные лучи, пересеченные, пересекающиеся, точнее, где-то в середине аквариума. Ну, то есть, если даже у вас Т5 свет, то все равно будет середина ярче из-за пересекающихся лучей, то есть отраженных от боковых стекол. Ну, вот, хотя вроде бы как, ну, трубка по всей длине аквариума, то есть весь аквариум накрытый, а там хрен, когда меряют пару метров, оказывается, середина более яркая. Вот как-то так. Поэтому рекомендуемая 40 сантиметров, середина выше, да, уже будет нормально. Ниже уже будет не до свет, то есть нужно специализированно. Ну, как-то или либо светильник пониже опускать к воде, чтобы он прошибал, либо линзы менять. То есть все зависит от линз. В меслетках на Димке на ДНК-шные бьются. Ну, там, тем более, у них мягкий спектр, они размазывают его весь. И получается, что заливают светом, и пробивная способность у них чуть-чуть похуже. Поэтому многие замечали, что если аквариум глубокий, вроде ярко, а как будто как чуть-чуть не хватает. То есть лучше рабочая глубина до коралла должна быть не более 40 сантиметров. Вот как-то так. То есть еще имеет сильное значение это цвет окружающий вот ваших кораллы. Ну, то есть крошка коралловая. Некоторые насыпают черную, типа красивее. А потом сталкиваются с недосветом конкретным. Потому что все белое, все, что не грязное, все, что там камни какие-то не разоросшие каролиной, они хорошо отражают свет. То есть этот коротковолновый спектр, он хорошо пробивает, отражается от всего. Вот, и получается, что заливает светом полностью всю, как будто вот эту всю, ну, как массу. Не площадь какую-то, а именно всю массу воды. Вся вода как будто как светится за отраженных лучей. К чему я это все рассказываю вам. Начал замечать, когда вы, ну, помните там мои видосы старые, посмотрите. Там есть такой момент, я поставил в новой системе черные решетки. Вот, ЛПС вам это очень понравилось сразу. Хотя, вроде бы, какая нахер разница, черные они или белые. Но на самом деле, там не было отраженных лучей и не было пересвета. То есть при тех же самых настройках моих Атлантиков было все в порядке. То есть они вообще, прям им еще больше понравилось. То есть, как я понял, мощность немного уменьшилась. Вот, ну, поэтому, пояснявся, прям раскрылся сильнее. То есть больше это им было по душе, так сказать. Но зато акропоры. Я явно видел признаки недосвета. То есть что-то, что могло бы уже окрашиваться, но нифига. То есть так медленно они цвет восстанавливали, блин. Я вот явно понял, что это имеет большое значение. Именно вот цвет вот этих решеток черных. И поэтому я сейчас в новой системе. Сейчас вот запишу видосик. Потом, что у меня там получается. Уже светильники приехали, повесил. Прицепил Т-5. Латбары еще не прицепил. Вот иду я в Хом-депо. Сейчас купить надо там пару железок, чтобы довесить латбары. Купил этот отечественный пауэр-модуль. Ой, блин. Санпауэр. Ну, зато, блин, Санпауэр меня удивил. Там уже не два винта, как раньше было, а три. То есть в пауэр-модуле четыре, а здесь три. Он вообще другой. Ну, то есть, я не знаю, может быть, конечно, модель они там чудо обновили. Блин, выглядит он вообще по-другому. Не то, к чему я привык. То есть, блин, как-то сделан он не так. То ли для Америки какие-то там специальные партии. То ли хер его знает. Короче, не знаю. Может, да, скорее всего, модель обновили. Просто по-новее чуть-чуть сделали. Что-то там поменяли и усовершенствовали слегка. Вот. И вот повесил я, значит, а над ЛПСником. Там латбары орфековские четыре. Прекрасно засвечивает. Включил. Херачит, блин. Надо выше поднимать, чтобы не погорели. У него ЛПСники, значит, поставил черные сетки. А в агропорнике белые вот эти потолочные. Вот. И прям вот сразу видно, что там намного ярче. А в ЛПСники так прям темно. Хотя из окна светит примерно одинаково. Ну вот прям сразу видно. Ага. Значит, сначала поставил в ЛПСник просто... Да. Сначала без этих. И явно было в ЛПСники светлее, чем в СПСники. Потом сетки поменял местами. Прямо белая сетка отражает свет от окна. Ну прям вот сразу видно, что все ярче стало. Может, конечно, визуальный обман. Это я так без света смотрел. Ну вот я уверен, что именно отражение вот это даст от белой сетки, даст результаты такие вот, как у меня было раньше. То есть я понимал, что, блин, яркий свет офигеть. Просто акрокрасились вообще супер. И сейчас еще я под аквариумом сделал подложку. Я, по-моему, говорил уже об этом. Пенопласт с отражающей вот этой пленкой зеркальной снизу на дне. Ну, блин, зарастет, конечно, быстро. Но сначала будет прикольно. То есть зеркало снизу, отражение. То есть будет залито все светом со всех сторон. Вот если, конечно, чистить бы его хотя бы раз в две недели это дно, то тогда, в принципе, может быть там отражаться что-то будет. Ну, я думаю, все равно не черное дно. Беленькое, светлое будет. От зеркалки от этой. То есть будет светом заливать чуть получше. Ну, вроде вот как-то так рассказал вам. И еще один момент, чтобы не забыть. Обязательно подписывайтесь на Телеграм. Потому что в связи с последними новостями, которые я слышал, Ютуб закроют. Вот, соответственно, будем общаться только в Телеге. Скорее всего, будет так. Ну, я буду записывать, конечно, выкладывать все равно в Ютуб. Кто-то через ВПН будет смотреть. Ну, еще как-то. В общем, все. Всем привет и всем пока.